«72 часа» – так называется новый фильм о Великой Отечественной войне, который совсем скоро выходит в широкий прокат. В Нижнем Новгороде состоялся предпремьерный показ. Продюсером выступил известный певец Николай Расторгуев. «Военная картина – это тяжелая весьма история. И с точки зрения бюджетов, это всегда более дорогостоящее, нежели современные. За счет костюма, техника, все вот эти вещи, которые необходимы. Но все равно это очень интересно, потому что это очень нужно. Особенно сейчас, когда происходит идеологическое противостояние фальсификации истории». Фильм создан на основе реальных событий. В начале Великой Отечественной войны немцы захватили город Людинова, Калужской области. В течение двух лет там действовал партизанский отряд, которому помогали вчерашние школьники. Картина «72 часа» разворачивается в городе Ставрово. Двое молодых людей сознательно ушли по разные стороны войны. Один в подпольную организацию помощи партизанам, другой в карательный отряд под командованием немецких оккупантов. «Мы вкладывали в каждую сцену, в каждого героя мысль, сверхзадачу. Мы старались ее нести, и благодаря гениальному актерскому составу, и всем, кто над этой картиной работал, и тримеры, и костюмеры, все, слава богу, сложилось так, что у нас я довольна». В картине приняли участие и популярные актеры – Ирина Розанова, Алексей Шевченков, Татьяна Лютаева и молодые исполнители – Елизавета Арзамасова, Дмитрий Лавуш, Александр Зельский. Работа над фильмом велась основательно. Почти готовый сценарий даже пришлось переписывать. Но, как говорят создатели картины, результат того стоит. Совсем скоро новый фильм о Великой Отечественной войне смогут оценить и нижегородцы.